всем привет привет девчонки надеюсь сейчас к нам подключатся люди кто-нибудь да вот значит здравствуйте девчата начинаем наш сегодняшний мастер-класс который мы тут вот придумали и тема у нас такая такая у нас такая предвещающее приближение уже месяца февраля да а там уже и март не за горами и на самом деле не хочется торопить события хочется жить сегодня здесь и сейчас но тем не менее значит время идет вперед неумолимо и впереди у нас праздник хоть и не наш как бы праздник но все равно день всех влюбленных мне кажется про любовь можно говорить не обязательно по праздникам а про любовь можно говорить все время я желаю вам параллельно да тут с нашего мастер-классу быть любить и быть любимыми и вот как раз таки такая вот пора начинается до конец января у нас на дворе и как раз таки и сейчас потихонечку будут подтягиваться к вам клиенты вы будете делать коррекции будете покрывать гель-лаком ноготочки клиентам и можно на одном пальчике где-нибудь красивенько соорудить вот какой-нибудь вариант дизайна где будет сердечко таким образом олицетворяющие типа валентин куда там и так далее но не обязательно валентинку может быть кто-то не придерживается этого праздника чудного вот но тем не менее про любовь мне кажется можно не обязательно феврале разговаривать да про любовь можно говорить каждый день каждый месяц вот и думаю что сердечки это такая такой вот как это сказать такой дизайн сердцами даже который можно в любое время года как бы сделать на ноготочках так я просто тут пока типа готовлюсь значит потихонечку отдела перчатки значит но все что всем привет еще раз здравствуйте да значит всем доброго времени суток присоединились привет галочка привет и тебе значит так наша тема сегодняшняя до значит ко дню всех влюбленных быстрые дизайны вот и мы с вами быстренько сейчас помним очень простую технику такую технику как отпечатывание фольги на рисунок да ну естественно мы как бы посочетаем это с какими-нибудь цветами и так далее значит но если как бы разбираться во всем этом то какие цвета могут хорошо подойти к нашему варианту ну конечно же это коллекция гель-лаков которые мы уже неоднократно делали дизайны это конечно же коллекция гель-лаков soulful morning ну какие цвета классно подойдут кайфово подойдут розовенький до 415 411 какой-нибудь персиковый 410 кстати можно задействовать их как каждая в отдельности так и все вместе можно прямо сделать градиента из этих всех цветов значит градиент делается очень просто тем более что эти цвета очень легко смешиваются и мы с вами в принципе наверное так и сделаем возьмем все три цвета и смешаем одновременно хотя каждый цвет конечно же может жить своей отдельной жизнью ведь 411 давайте так 410 11 15 персиковый сиреневый и розовый возьмем эти три цвета например сделаем первый наш вариант значит цвета пастельных оттенков классно подойдут конечно же к теме значит наших дизайнов до посвященных любви любви вот значит вот слушайте я только что вот девчонки присоединились самое прикольное вижу девчат этих в онлайне работы там проверяю и как бы смотрю как много талантливых мастеров сейчас вообще даже когда проверяешь и вот хочется написать отлично молодец так хочется чтобы тоже кто-нибудь мне тоже так написал отлично молодец так значит продолжим тему любви значит я тут сидя придумывала дизайн и вспомнила про интересный вариант вариант вернее набор набор я думаю что те кто следят за материалами которые выходят выпускает компания ими значит был вот такой интересный набор аффирма аффирмации видите вот такой вот набор значит здесь у нас было четыре гель-лака четыре гель-лака они без номеров просто по названием вот таких вот интересных четыре оттенка нет даже выкрашено этот набор выходил ну давным-давно как бы скажем так видно вот такие красивые нежные оттеночки есть и темные ки и розы этот коралловый такой оттенок розовый голубенький зелененький но почему я вспомнила про этот набор я вам сейчас скажу значит в этот набор входят слайдеры и пластина для стемпинга вот значит я тут выпросила комплиментов парочку вы супер богини дичат это я сразу это знаете в этот скажите в краску в какую-то до начинаю нервничать так значит возвращаюсь к набору и так набор аффирмации да не вспомнила буквально когда готовилась прямому эфиру вспомнила о том что есть в этом наборе кроме четырех цветов гель-лаков есть пластина для стемпинга и слайдеры вот они входят в наборчик сейчас я вам напомню если кто не знает значит посмотрите а если кто знает тут может быть тоже стоит у вас где-нибудь в уголочке а вы не пользуетесь а можно как раз таки вот феврале к празднику всех влюбленных как раз таки воспользоваться и потом пользоваться еще всю весну все лето и так далее потому что такая аффирмации да я самая красивая там я это самая красивая и самая счастливая самая богатая я самое 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 да то есть заниматься вот этими делами всями есть же люди которые занимаются там аутотренингом да вот поэтому как бы очень классный набор вот в этой связи можно про него как раз таки вспомнить так вот здесь входят как раз таки слайдеры смотрите здесь есть про путешествие такие вот дамочки красивые так это что-то попало про путешествие типа я путешествую 35 раз в год вот вот это вот тут вот эфелевой башни там всякие паспорта полет-перелет а есть вот такая вот про любовь видите вот она сейчас я так сделаю смотрите тут можно просто какую дамочку до какой-нибудь love is сердечко прилепить и так далее здесь вот есть парочки на фотографиях да про любовь ничего конкретно но когда смотрите на вот эти слайдеры конечно понимаете что здесь что-то про любовь правильно и я считаю что очень классно подойдет как раз таки для февральской темы да для дня всех влюбленных вот и мы конечно же воспользуемся сейчас этим делом так сейчас секундочку секундочку так значит это я пока уберу в сторону так здесь если просмотреть пластину то как раз смотрите вот классно я люблю я люблю и любима и здесь вот есть и мечта и я чувствую любовь и дальше не вижу она там чувствует любовь короче значит мое тепло любовь ля-ля-ля-ля-ля счастье то есть такие вот классные всякие высказывания а как известно вот всякие такие словечки они очень сильно осовременивают любые дизайны получается очень даже замечательно значит и здесь вот есть и сердечки на этой пластине видите и вот маленькая и сердечко с крылышками и вот такие сердечки да как ритм сердце сбьется и вот такие вот всякие разные варианты в сердце вот тут путешествие можно кстати если не получается красиво сердце нарисовать от руки можно например отпечатать а потом просто закрасить сердечко например тем же красным каким-нибудь гель-лаком и сердце со стрелами и так далее вот как раз таки вот эта пластина очень очень хорошо подойдет именно к теме дизайнов о любви да дизайнов про сердечки про валентинки и так далее так это хорошо пока в сторону отставлю так фольга ну фольга часто используем дизайнах потому что классно она отпечатывается здорово получается их поглучше всего она отпечатывается на черный тюльпан когда у меня спрашивают чем можно заменить черную гелевую краску черный тюльпан я на самом деле теряюсь и мне нечего ответить на этот вопрос потому что ну во первых я живу в эме уже очень много-много лет никогда ничем конечно не заменяла но вот считаю что качество дизайна часто зависит от качества используемых материалов в работе я считаю что вот именно черная гелевая краска которую мы рисуем френч который участвует не только в дизайнах и в покрытии и вот в рисунках и так далее это самая лучшая дисперсионная пленка которая вообще только возможно в этом мире считаю что потому что фольга отпечатается идеально и на тонкие линии на черные линии поэтому черная гелевая краска black tulip черный тюльпан считаю что она совершенно вот именно вот в этом своем понимании скажем так но сейчас уже прошла реклама и вышел новый гель мульти гель на который тоже будет хорошо отпечатываться фольга он как скульптурный гель в 15 граммовой банке у меня к сожалению сейчас вот нет тут вот на столе в классе показать вам быстро ну катя уже проводила прямые эфиры с этим гелем это гель на который тоже будет шикарно отпечатываться фольга который можно будет использовать для стемпинга и так далее черную гелевую краску например черный тюльпан для стемпинга не очень удобно не очень удачно использовать потому что гелевая краска но она естественно ну растекается по подушке некрасиво получается я пробовала даже слайдер током отпечаток это удобнее ставить нежели черным тюльпаном так вот значит мульти гель который вот вышел и катя уже рекламировал своих мастер-классах она будет вот имя как раз гель как раз таки который будет классно использоваться именно в стемпинге вот но стемпинг сейчас самый популярный самый широко используемый вид техники данные в дизайнах поэтому будет очень классно ну а пока мы поработаем от руки да мы порисуем отпечатаем фольгушечку и так далее значит так ну что меньше слов больше дела так есть такой наборной здорово покупать не надо вообще классные оттенки еще раз покажу вот в этом наборе аффирмации там пластина слайдеры и четыре оттенка гель-лаков разные формации до выходят наборы вот сейчас недавно катя тоже рекламировала маквина своего очень интересный вариант уже набор декорации но мы наверное я думаю что еще будем посвящать им прямые эфиры а пока я сделаем быстренько градиент правильно ни к чему нас не обязывающий тем более что градиент мы делали тысячу раз и я думаю что все знают нашу самую простую технику без акриловой пудры без ничего нам потребуется кисточка для градиента она у нас одна единственная единственный что парадокс в том что кисточка для градиента у нас называется кисть омбре 4 омбре вот поэтому как бы возьмем кисточку для градиента и быстренько сделаем градиенте тик так ну что я уже сказала что возьмем три цвета и прямо знаете не каждый в отдельности задействуем а прямо все вместе давайте да давайте так ну что поехали значит с какого цвета начнем вообще по большому счету все равно так я пока не начала делать подняла глаза спросили тут у нас подскажите пожалуйста чем потом кисть почистить после градиента лучше всего базы база лучше всего вообще кисточки прочищать базе и сейчас стекляшечку возьму быстро базу капельки базы я ни в коем случае не призываю покупать дорогие базы мыть не кисточки нет абсолютно можно взять какую-нибудь дешевую базу аккуратненько там капельку где-то поставить и кисточку даже перед началом работы до взять и промыть в капельки базы вообще перед началом работы мы всегда рекомендую именно промыть в капельки базы и все и вытереть салфеточка безворсовый все без всяких там проблем и после работы тоже можно в базе хотя знаете например это конечно тут по уму тут рассказываю вам а сама знаете как взяла кипал пользовалась кисточка надела колпачок и бросила в пенал гель остался на кисти ничего с ней не происходит а перед началом работы опять промыла в базе и все так ну что поехали давайте наверное мы начнем даже не знаю давайте сиреневенького начнем по большому счету нам все равно сейчас какой начать значит мы с вами делаем градиент на просушенную базу да то есть получается мы смоделировали ноготочек базой базу просушили базу просушили и потом делаем цветное покрытие значит если я хочу сейчас три цвета задействовать эти цвета из коллекции до пастельных оттенков гель-лаков взяла сиреневый персиковый и розовый кстати знаете слышала говори где-то я видела вернее не слышала я видела что модный цвет весной летом будет персиковый то есть прямо вот много 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 значит сейчас опять же подняла глаза светлана написала я спиртом вытираю все норм пять лет кистям отлично цвет ну видите как хорошо на самом деле вот если задуматься вообще вот если вы берете например натуральные кисточки то конечно с ними ничего не должно быть не от спирта не от от стона не от обезжиривателя и так далее если кисточка она искусственное синтетическое волокно она пересушивается и на кончиках кисточка начинает пушиться вот и получается что кисточка превращается в щетку понимаете вот например мы не рекомендуем все-таки мыть спирт и содержащих растворах в ацетона содержащих растворах в обезжиривателях кисточки лучше всего промыть капельки базы все и обязательно убрать со света кисти потому что если остается на где-нибудь к сквознячок солнышко посветит еще окошечко скоро и конечно кисточки приходят в негодность полимеризуется потом начинают их выбрать промывать в обезжиривателях все она превращается в щетку ничего хорошего из этого не получается ну знаете как бы каждому свое как говорится чтобы не мыть кисточки не нужно их пачкать вот чем потом так я спиртом тоже читала что персиковый будет тренда вот оля да значит да я тоже вот прямо это персиковый цвет будет прям модным цветом ну по крайней мере на самом деле я не придумала я реально просто где-то прочитала в интернете ничего такого от себя не могу придумать потому что не очень сильно в этом соображаю вот поэтому как бы ведусь на всякие там статьи в интернете вот поэтому посмотрим посмотрим в жизнь покажет что будут просить клиенты весной вообще уже видите прям про весну разговариваем так ну что я не знаю мне можно например серийного цвета нанести во втором слое чуть-чуть побольше чтобы цвет был такой чуть-чуть потемнее сверху да так это у нас будет один вариант а второй вариант мы сделаем как раз таки из набора аффирмации значит с каким-нибудь красивым этим скажите чем с каким-нибудь красным портретом девушки или парочки да очень кайфово будет смотреться я надеюсь вернее я не надеюсь я верю вот и в основу кстати тоже можно взять какой-нибудь градиент сделать почему бы и нет единственно что его будет не полностью видно не хотелось бы долго мучиться ну давайте не знаю давайте сделаем из двух цветов раз найти как боже раз два просто хочется же сказать о том что надо делать же быстро мы все-таки тем это у нас быстрых дизайнов поэтому хотелось бы конечно чтобы это все было быстро еще меньше разговаривать но как не разговаривать надо заполнить все равно словами эфир правильно же а то молчать кажется грустно будет скучно так аккуратно я смешала серединочку девчат я всегда подмешиваю середину смотрите и аккуратненько теперь туда обратно чуть ниже туда обратно чуть ниже начинаю аккуратненько натягивать как бы верхний цвет на нижний цвет убирая все лишнее и моя задача в первом слое добиться плавного перехода смотрите абсолютно нигде ничего так а здесь у нас в принципе то же самое но только мы сделали тремя цветами и я продолжу эту тему значит по поводу количества гель-лака девчат старайтесь наносить очень очень тонким слоем когда вы берете кисточку из флакона прямо отожмите ее краешки чтобы не было большого количества гель-лака абсолютно ни к чему пока вы его смешиваете пока вы натягиваете верхний цвет на нижний цвет естественно проходит время если будет очень жирный слой нанесен просто будут натеки потечет к вростам к валикам зачем нам это надо вот и получается чуть-чуть персика он довольно таки яркий цвет до чтобы кончик хоть и чуть оставался розовым получается надо было чуть больше розового нанести но цвета настолько похожи плавно переходит друг в дружку что мы даже не будем циклиться так я в монофазе так катя показывала немножечко не поняла виолетта что вы имели ввиду а в монофазе в смысле кисточку промывали все я поняла про кисть значит еще то я так это монофаз на самом деле как бы если нету под руками базы можно воспользоваться по большому счету любым прозрачным топом монофаз ради богом прозрачный почему бы и нет просто вы четко видите что кисточка хорошо очищается на самом деле как бы ну я обычно тоже девчонкам в классе говорю если база нет под руками промойте у любом прозрачном топе но ведь очень трудно представить себя мастера у которого например нету базы под руками да а вот монофаз монофаз вот не у всех бы на столе оказался это вот сто процентов вот поэтому как бы база я думаю всегда у всех есть а вот монофаз но и здорово монофаз просто прозрачный тоже хорошо конечно будет очищать и потом монофаз он же получается как однофазный да как бы гель он может быть и базовым по в сути гелем быть и скульптурным гелем и даже завершающим по большому счету поэтому конечно же можно и так сделать как вы говорите ой как вы говорите как екатерина николаевна конечно говорит она тоже бесконечно права в этом случае хотя знаете обычно знаете вот стоит монофаз на столе промыл монофазе говоришь что кисточки надо промыть в монофазе если монофаза бы у него в тот момент на столе бы не было можно было бы сказать кисточки надо промыть в базе так и так будет хорошо и правильно так все мы смешали я подготовила два фона девчат подмешала границу на самом деле то что исчезает с экрана это просто вытираю кисточку а теперь аккуратненько аккуратненько тоненький слоги лака да потихонечку натягивая верхний цвет на нижний и не прерываясь я обычно говорю в этот момент мастер сидит про себя тихонечко думает так никакой паники все будет хорошо это второй слой цвет ляжет красиво плотно без сучка и задоринки а тем более что цвета значит очень легкие очень легко переходят друг дружку поэтому никаких вообще проблем нету ой к нам присоединилась юлия юля здравствуйте я уже как-то с вами здоровалась прямом эфире и как бы это махните хоть ручкой так ну а мы с вами продолжаем тему и сделали два градиента тут даже использовали три цвета здесь использовали два цвета сейчас мы вторую типсик достанем так ну что давайте добавим в работу технику стемпинг да я думаю что да на самом деле выглядит даже одинаково но тут видно что кончик розовый правильно же так значит ну что значит какие темы можно сюда добавить к нашей весь теме про любовь ну конечно же это могут быть цветы да конечно это могут быть цветочная тема пластина номер 12 цветочной темой это могут быть например какие-нибудь узоры цветочки осушить а мне нравится когда вот на заднем плане какой-нибудь текст например отпечатан очень прикольно смотрится знаете так романтично романтично так что еще у нас такого есть о кстати нашла пластину может тоже у кого-то и смотрите здесь прямо есть вот слово love да по-английски прикольно если от руки невозможно нарисовать можно вот например отсюда отпечатать до love 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 какую-нибудь вон кошечку мордочку отпечатать прикольная тоже кстати тема так так что еще можно на задний план у кружева конечно кружева какие-нибудь взять пластину до цветочком ими там и так далее может быть у кого-то есть может быть вензель очки на задний план прикольно тоже будет так ну а мы с вами сейчас воспользуемся не знаю принципе можно взять цветы на задний план белой краской для стемпинга отпечатать можно взять например вот такой текстовый до какой-то режим мне кстати нравится вот этот вот вариант либо вот такие буковки какие либо такие чтобы было ничего не понятно но и тем не менее да на заднем плане как бы есть так сейчас так 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 возьмем лак для стемпинга до номер один так сейчас мы жидкость для снятия гель-лака возьмем поближе потому что лучше всего пластину очищать жидкостью для снятия для снятия гель-лака конечно же так подушечку для стемпинга нам потребуется естественно так ну и мы сейчас по-быстрому отпечатаем на какой-нибудь фон так я не вытираю например липкий слой с поверхности гель-лака считаю что так лучше отпечатывается и даже если завоскаться даже если лак для стемпинга немножечко подсохнет то на поверхность где остался дисперсионный слой все равно отпечатается все легкий накат от слова совсем не давим вообще набираем лак для стемпинга и печатаем так здесь у нас три цвета и сейчас вот так наверное наискосочек видно вот такие буковки прикольные да так нежненько все это дело будет смотреться и теперь девчат мы будем дальше работать с гелевой краской черный тюльпан дальше мы все будем с вами рисовать от руки без всяких проблем тоненькой кисточкой черным тюльпанчиком и чтобы фольга отпечаталась только туда куда нам нужно значит нам нужно будет перекрыть ноготочек топом без остаточной липкости в нашем случае это будет топ теклас на самом деле как бы можно воспользоваться любым который есть у вас в работе но мы естественно будем работать с топом теклас значит мы будем покрывать своими ноготочек лак для стемпинга высыхает конечно же на воздухе выравниваем поверхность очень очень тоненьким слоем и просушиваем минутку а лучше даже две я пока включу пусть сохнет а мы с вами сейчас пока продолжим работать вот со вторым вариантом типсы и вернемся как раз таки к набору вот аффирмации да там где у нас есть слайдеры там где у нас есть пластина для стемпинга и давайте определимся какую мы хотим картинку прикрепить ну все таки мы говорим про любовь да давайте наверное дамочку с мальчиком или вот на таком желтеньком зоне кстати на персиковый фон да и неплохо и подойдет давайте возьмем не будем брать дамочку в одиночестве возьмем обязательно парочку нет не возьмем дамочку возьмем парочку вот так сделаем так я сейчас чуть-чуть укорочу так и нам потребуется конечно же влажная салфетка чтобы сейчас секундочку я так салфеточку влажную взяла и аккуратненько картиночку поместила на влажную салфеточку пусть полежит пока на что будем прикреплять слайдеры девчат если слайд если у вас есть слайдер топ то конечно же будем прикреплять на слайдер топ да если слайдер топа нету то можно использовать принципе базу но у нас слайдер топ есть поэтому я считаю что в принципе зачем что-то изобретать если он есть прям под руками а так вообще часто прикрепляют на базу на базу так ничего не будем добавлять мы потом стемпинг отпечатаем хотя 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 сейчас я подумаю как бы нам так сделать чтобы и одно и другое пятое десятое так давайте слайдер топ сейчас мы слайдер прикрепим уже от этого будем отталкиваться я еще не определилась куда я буду прикреплять поэтому сейчас тоненько-тоненько слайдер топ нанесу на всю поверхность хуже не будет вот и просушу буквально 10-15 секундочек так просушиваю теперь возьмем картиночку и решил куда мы ее будем прикреплять часто пользуются скажите чем в этом стемп для подушечки до для стемпинга сейчас мы очистим и вот так возьмем сейчас немножко выпало из рук пока подняла в перчатках как неудобно ужас на самом деле это неправильно но привыкла работать без перчаток и теперь с перчатками я знаете как это обезьяна с гранатой так все прикрепила вот она эта картинка так и сейчас мы это все прикрепим на поверхность единственное только нужно решить куда повыше давайте вот так даже вот сюда будет по центру почему бы и нет так все прижали и теперь девчат процесс полимеризации может продолжиться нам нужно будет просто взять и подсушить все выпрямили так подсушили и обязательно любой слайдер девчат что потом было хорошее сцепление в процессе нужно обработать праймером да или ультрабондом ультрабонд у нас есть в наличии так и мы просто подсушиваем и обрабатываем ультрабондом все пока остановимся ультрабонд никакой толщины не имеет все пусть пока будет так то есть получается ультрабонд высохнет на воздухе будет очень хорошие сцепление с последующими слоями я пока в сторону отложим общество вот будем доделывать просто у нас вариант уже первый готов помните да у нас с вами был градиент из трех цветов плюс мы отпечатали вот такие какие-то надписи да такие на задний план такой нежный фон получился и теперь прежде всего конечно перед тем как я начну рисовать я возьму баффик ну вот меня есть по фиг 100 на 180 и за будем бафить поверхность бафить поверхность почему потому что теклас это пористый материал это гель-лак он и он мягкий материал так я вот так вот вам покажу и уберу с экрана потому что тяжело махать под камеры вот тут я рядышком забафила значит во первых будет очень хорошее сцепление да с поверхностью которую мы забафили бафиком и фольга отпечатается только на рисунок который мы нарисуем и поэтому вот этот дизайн который мы сейчас с вами делаем на самом деле он совершенно универсален и можно использовать на любом цветном покрытии не обязательно на вот таком вот нежно так теперь девчат я без вытираю конечно же пыль мне потому что нужно вытереть обезжиривателем чтобы не было пыли на самом деле не потому что там что-то обезжирить там нету липкого слоя да просто чтобы вытереть пыль все забафили и теперь тоненькой кисточкой линеарной опять друг 0 конечно же возьмем до самая такая наша кисточка популярная и мы возьмем с вами гелевую краску черный тюльпан может говорили сушить будем черный тюльпан одну минуту для ли черную гелевую красочку черный тюльпан да я считаю что но невозможно чем-то заменить черный тюльпан и не потому что я пытаюсь прям рассказать всем что какая классная там продукция нет абсолютно просто на самом деле вот скажите что качество дисперсионного слоя настолько шикарно и липко что вот фольга отпечатывается просто на раз-два так и нам написали тут вопрос а стемпинг не стирает не стирается от бафа надежда мы значит отпечатали значит с помощью техники стемпинг да вот рисунок на задний план и перекрыли его топом без остаточной липкости в нашем случае это был теклас мы перекрыли его топом теклас вот так вот и просушили минутку после этого забавили поверхность и обезжиривателем вытерли пыль которую напилили до от бафика вот поэтому как бы ничего конечно же не стирается так ну а теперь поехали на самом деле рисунок может быть совершенно любым давайте отделим конечно же сердечко до самое главное атрибутика это о чем о любви не будем прям конкретно говорить что мы тут прям сильно-сильно чтимся традиции значит дня святого валентина считаю что тот день если люди любят друг друга вообще может быть в любой день да не обязательно ждать день святого валентина чтобы рассказать друг другу о любви поэтому будем просто любовные дизайны нет романтические дизайны ну вот так сердечко сделаем да и парочку каких-нибудь красивеньких тоненьких вензелёчков добавим сейчас вот сама сказала красивеньких вензелёчков и сама вы знаете испугалась потому что такая сам себя не похвалишь никто не похвалит да так на что поехали простите вроде как чуть не упала так ну и потихонечку потихонечку сердечко так чуть побольше как бы вроде выделила и теперь аккуратненько двойная линия хвостик вниз закручиваем так ну и воде чтоб пустоты не было вот один вензелёчек у нас готов мы не будем сильно много абсолютно ни к чему сказала наташа и нарисовала 35 вензелёй до аккуратного тут вот хвостик выглядывает так вот сюда вот уведем куда-нибудь чуть покрупнее так и нужно чуть-чуть увеличить скорость а тут что я подзависла а подзависла все скажу почему потому что знаете каждый раз рисуешь что-нибудь и чтоб не опозориться 10 раз примеришь 10 раз подумаешь а нужна там эта линия вдруг это будет сейчас черти чо так ну и вот сюда вниз уведем сейчас парочку завитушек и стараю рисовать только кончиком конечно удобнее всего вензелёчке рисовать им пасты это гелевая краска без остаточной липкости не плывет не течет очень удобно в работе но мы-то с вами сейчас пытаемся фольгу отпечатать а мы же с вами четко понимаем что на им пасту фольга не печатается у им пасты нет липкого слоя поэтому конечно же в работе используем черную гелевую краску с липкостью так ну все достаточно считаю что и сердце видно вензелёчки видно сколько мы будем сушить по времени девчат у меня очень довольно таки давно исполи в работе стоят лампы в классе поэтому я буду сушить черный тюльпан одну минуту в принципе вам советую и кстати вот в онлайне тоже очень многим девчонкам советовала именно сушить черный тюльпан одну минутку вы знаете он не пересыхает дисперсия дисперсия все равно сохраняется больше минут это не надо вот до минуты часто не досыхает и получается что фольга не отпечатывается вот значит мы сейчас отпечатаем с вами золотую фольгушку можно конечно было взять и серебряную и например сердце заполним каким-нибудь красным цветом есть же тоже наверное у вас набор красных гель-лаков либо поштучно есть гель-лаки красный я думаю что у любого мастера есть любой красный цвет давайте мы возьмем какой-нибудь поярче до красненький например вот 454 возьмем задействуем сейчас в работу но после того как мы отпечатаем фольгу естественно да так значит просушиваем одну минутку но тут невозможно чуть раньше достать потому что был потому что не отпечатается фольга так все минута прошла так и мы отпечатываем с вами да значит вы видите какого цвета фольга то есть это получается пленка с напылением и вот это напыление пытаетесь отпечатать на липкость правильно же нажали подержали оторвали без суеты спокойно не ерзая туда-сюда все движения должны быть очень четкими спокойными не надо давить так чтобы ноготь отваливался и синяк знаете там под ногтевым ложем образовался нет конечно не нужно этого ничего все спокойненько не забывайте фольгу перемещать на чистое место так и смотрим да видите вот все везде шикарно отпечаталась мы не будем никаких больше лишних слоев добавлять мы теперь возьмем с вами капельку красного гель-лака и заполним сердечко до красным цветом и вот так на пальчик сейчас возьму капельку и даже если вам хочется чтобы значит прорисовка да вот контур сердечко был потоньше можно взять и гель-лаком немножечко зайти на линию линия станет чуть тоньше будет казаться чем есть на самом деле так заполняем все красным цветом можно еще знаете как взять покрыть матовым топом например и потом сердце только выделить глянцевым топом либо взять какой-нибудь гель который можно тут же однофазный какой-нибудь который после просушки не имеет липкости и значит нету липкости глянцевый такой до отблеск имеет то есть как бы можно взять какую-нибудь гель и потом увеличить просто объем сердечко так все просушиваем девчат просушиваем и закрываем топом сердце можно потом выделить чуть чуть более объемным да даже можно топом каким-нибудь глянцевым так ну а мы с вами продолжаем сюда и так возвращаемся к набору аформации и возьмем работу пластиночку для стемпинга елизавета тут пишет смешное у всех мастеров так есть все красные цвета ты ими купила новую красную коллекцию и все равно нет именно такого самого цвета который хочется клиентам однозначным я считаю что это у всех абсолютно вот чё хочу чё хочу не знаю чё знаю не хочу называется вот на самом деле как бы улыбаемся и машем предлагаем покрасить всеми 30 оттенками до 10 пальцев и все будет хорошо так ну что давайте вот мне нравится я люблю и любима да вот например вот такая тема нравится можно как раз таки куда-то отпечатать вот значит давайте белым цветом до чтоб нежненько было как вы на это смотрите белый гель-лак ой простите пи белый лак для стемпинга так сейчас я тут немножечко успела накидать так 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 я любима и люблю так вот это вот вариант возьмем сейчас так убираем все лишнее естественно я ничего умею не придумала как вот пользоваться пластиковой карточкой так легкие 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 накатка будто мимо шла да вот это мне не надо я убираю так отпечатываем давайте вверху вот сюда светлая до сочетается светлым получается так сейчас чуть-чуть исправлю на ходу я возьму сейчас аккуратно аккуратно вот это вот вытру и наверное все-таки черным цветом жидкость для снятия гель-лака вот я аккуратно вытерла практически следа не остается и все-таки светлый получается светлая на светлом немножко сливается давайте все-таки возьмем попробуем с черненьким посочетать как вы на это смотрите наверно положительно потому что у вас надо же спокойненько доделать дизайн правильно выбора нет так жидкость для снятия гель-лака лучше всего вытирать пластиночку без всяких проблем так все пластинка чистая так взяла все-таки черненький черненький не будет мрачновато смотреться что-то я как-то так растерялась ну уже как будет так убираю все лишнее легкий накат я думаю что все будет хорошо тем более что она прям вот да все хорошо будет все я люблю и любима видите там сердечком все как надо кстати можно тоже потом красным цветом закрасить так но мы продолжим конечно фольгушка добавляет до сюда сейчас мы красное сердце воткнем куда и будет привлекать наше внимание так мы помните ультрабондом обработали поэтому просто перекрываем топом teclas топом teclas топ без липкого слоя на сам слайдер нанесли ультрабонд и получается на поверхности как бы есть липкость да поэтому сцепление будет хорошим никаких проблем не будет тем более что вокруг слайдера есть есть где сцепиться до топу так девчат значит этот вариант у нас конечно же высох и мы должны перекрыть его топом не знаю хотите матовым можно перекрыть хотите глянцевым можно перекрыть любым топом который есть у вас данный момент в работе ну давайте я например возьму сейчас ультра шайн да если вы не против то на самом деле нам-то все равно чем перекрыть все равно будет на камеру красиво блестеть так 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 ультра ультра шайн ультра блеск можно было бы взять какой нибудь топ с какими-нибудь блестками там у нас есть до светоотражающими есть там с золотистым отливом мелоди да там топ есть есть серебряными короче можно взяла взять еще топ с блестками ну а тут у нас так фольги много поэтому ну будет уже немножко масло масло на и поэтому возьмем просто обыкновенный топ и просушил так здесь у нас текласс высох естественно мы берем с вами бафик бафик поверхность текласса и добавим немножечко работы с фольгой все у нас перекрыто теклассом да теперь ничего никуда не облезет не слезет но сцепление с последующими слоями будет очень хорошим все поверхность забафили видите просто сняла весь блеск так обезжириватель и мы все вытираем блесток у простите пыль до которая образовалась на поверхности все и теперь немножечко добавим опять же работы черным тюльпаном да для того чтобы отпечатать фольгушечку чтобы отпечатать фольгушечку кисточка 5 друг 0 в руке по-прежнему черная гелевая краска черный тюльпан самое лучшее для отпечатывания фольги так беру краску только на кончик кисточки хочу сейчас постараться сделать прям тоненько-тоненько потому что ну чтоб не опозориться да совсем уж а если опозориться то не очень сильно аккуратненько вот так на краешек сердечко сделаем в результате да у нас будет получается золотистый контур внутри мы зальем красным гель лаком или красной гелевой краской или м пастой можно почему бы и нет сейчас эти в чат вот опять же знаете только нарисовал вроде тонко хочется еще тоньше сейчас я все-таки еще тоньше хочу может быть сделать даже двойной контур да я вытерла сейчас девчата что нарисовала еще разочек потоньше пристроюсь поудобней чтобы не через телефона тут вот с краешку смотреть потому что телефон немножко увеличивает такая галочка и от галочки вниз оформляем сердечко есть такое дело можно контур сверху еще и сделать с одной стороны с другой стороны кстати рисуя вензеля как раз таки с половинкой сердечкой начинается до вензелёчек ну и мы так чуть-чуть буквально несколько движений кисточки типа завитушечка можно этого конечно же не делать мы с вами просто сейчас говорим про технику отпечатывания фольги на черный тюльпан совмещаем с декорациями и вспоминаем про любовь про любовь любовную любовь завитушка давайте вот сюда добавим почему бы и нет немножечко заполним нижнюю часть до ноготочка сделаем вид что там где-то дальше рисунок продолжается так ну и в принципе вот тут на уголочке картинку не хочется же закрыть просушиваем просушиваем черную гелевую краску одну минуту да и будем опечатывать фольгу мы сюда его сейчас поставим чуть ниже спустим видите тоже кстати вот вариант на просто на нюдовой до основе может быть просто камуфлирующая база на заднем плане нарисована черная просто краска и сердечко отпечатана аффирмация даст пластина аффирмации вот тут вот про любовь чувствую любовь каждой клеточкой там а потом черной гелевой краской тоже сердечко нарисовано и отпечатана фольга и только кстати общий фон перекрыт матовым топом а потом сердечко просто перекрыли глянцевым топом получается так вот она как бы выходит на передний план да так сейчас мы отпечатаем фольгу отпечатываем и знаете как этот ну как драгоценности да на пальце как кольцо и так далее так быстренько закрасим сердечко красным цветом также тоненькой кисточкой выделим вот это место ярче будет если например сначала белым цветом допустим пройтись а потом сверху красным добавить будет ярче смотреться так все просушиваем на самом деле на любителя до девчат то есть как бы сейчас очень много в интернете когда начинают писать вот это все там кому это надо зачем это надо не вопрос кому это не надо не будет смотреть правильно кому надо тот посмотрит есть клиенты которые любят например какие-то дизайны да сделать какие-то клиенты которые в этого терпеть не могут у всех все по-разному но все равно мне кажется если уже быть мастером допустим да делать гель лаковое покрытие ноготочки там наращивание не знаю сейчас гелевые типсы верхние формы и по старинке по форму подставляют наращивать делают коррекцию считаю что если все-таки клиент вдруг захотел если вдруг есть желание то как бы вы сможете удовлетворить любое желание клиента правильно ну даже иногда хочется просто сердечко вы просто любое цветное покрытие закрыли топом безостаточной липкости забафили поверхность черной гелевой красочкой нарисовали контур сердечка отпечатали фольгу залили краской причем можно не только красной да можно же любой разноцветная не обязательно там дню святого валентина все это дело посвящать вот поэтому когда ты интересен для своих клиентов мне кажется это здорово вот и сегодня клиент ничего не просит завтра клиент ничего не просит а потом пришла клиентка попросила вы раз и сделали ну и как вот многие да мастера говорят о том что перекрывают опам девчат говорят о том что именно ну ценник ценник можно поднять за счет дизайна то есть там однотонное покрытие столько тогда с дизайном уже там столько-то например то есть можно увеличить в принципе стоимость до средний чек увеличить скажем так вот поэтому на любителя нравится делаем не нравится не делаем вот и как бы всегда можно удовлетворить любые желания клиента так ну мы с вами принципе молодцы уложились во времени так некоторые полчаса выбирает из этого многообразия в итоге делают не согласно очень красиво присоединились треслась очень красивый добрый вечер из братска антония здравствуйте привет иркутску ну на ютюбе будет мы просто сегодня посвятили вот время немножко отпечатыванию технику вспомнили отпечатывание фольги фольгу мы отпечатываем на черную гелевую крат на краску гелевую черный тюльпан от компании ими минуту сушили и фольгу отпечатали и часто говорю о том вернее не часто все время говорю о том что качество дизайна зависит от качества используемых материалов в работе то есть вот ну не получается классно если знаете непонятно как из чего там так далее но иногда бывают у мастеров такие материалы о свойства которых они даже не подозревают часто вот лежит какой-нибудь там какая-нибудь гель там например какой-нибудь прозрачный надо попробовать а вдруг у него липкий слой такой шикарный что шикарно отпечатывается фольга например сколько таких случаев было девчонки рассказывали вот поэтому конечно надо владеть тем что у вас есть пробовать не бояться ничего страшного помните что вот например если вы захотите даже чем-то заменить черную гелевую краску черный тюльпан вам нужно подобрать гель с хорошей дисперсии и вот например на гель-лаке фольга отпечатывается но очень очень плохо она гелевой краски фольга отпечатается лучше но она важно именно липкость до попробовать какая липкость у гель-лака и вот это очень неправильное мнение если кажется что чем меньше посушу тем больше будет липкая тем лучше отпечататься нет абсолютно нет наоборот надо не меньше сушить а дольше сушить то есть надо прямо начинать с 30 секунд а даже лучше с минуты вот и тогда как бы вот именно вот липкость становится такая полусухая когда вот тот момент наступает когда хорошо отпечатывается фольга так ну значит всех с окончанием января до потихонечку январе законе заканчивается подходит какому-то своему логическому завершению вот впереди февраль любовь не за горами март всем девчонки большое спасибо за то что смотрите наш прямой эфир вот надеюсь что мы вам полезны и если есть какие-то вопросы пишите не стесняйтесь вот всем удачи всем здоровья и побольше денежных клиентов до свидания до свидания до свидания